Азербайджан За эти годы мы доказали международному сообществу и, считаю, смогли доказать, что мы правы, что мы подверглись оккупации. Сегодня картина освобожденных от оккупации городов, сел показывает, что с какими варварами мы столкнулись. Об этом 22 октября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главным омбудсменом Турции Шарафом Малкочем. Президент Азербайджана отметил, что в этих городах, селах, большинство из них не осталось ни одного целого здания. Они полностью разрушили город Физули. Мы не смогли найти там ни одного уцелевшего здания, чтобы водрузить флаг Азербайджана. Но, наконец, и эта церемония была проведена. Здания во всех наших селах разрушены, наши мечети разрушены. Вчера весь мир увидел в интернете кадры разрушенной мечети в одном из сел Зангелана. Они содержали там свиньи. Они осквернили наши мечети. Они разрушили все наши исторические памятники. От домов, можно сказать, остались только камни. Разграблены крыши, окна, предметы быта. За последние 30 лет не было предпринято никаких действенных шагов по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, заявил министр национальной обороны Турции Хулиси Акар в четверг в Анкаре. Что предпринято за 30 лет? Одно большое ничего. В ответ на рост обстрелов с армянской стороны, наши братья в Азербайджане начали контрнаступительную операцию. И что сделали в ответ те, кто молчал и игнорировал происходящее на протяжении всех этих десятилетий? Начали активность призывать к прекращению огня и переговорам. Это всецело неискренняя позиция, сказал Акар. По словам турецкого министра, решить проблему на самом деле очень просто. Армения должна вывести войско с оккупированных территорий. Земли Азербайджана также должны покинуть наемники-террористы, которых заслал в соседнюю страну Ереван, пояснил турецкий министр. Хулиси Акар подчеркнул, что Турция будет и далее на самом высоком уровне поддерживать справедливую борьбу Азербайджана. Субтитры создавал DimaTorzok